Посмотрим. Всё! Вова, стой. Всё. Я прыгаю с крыши. Я прыгаю с крыши. Всё, Лена, мне надо, я... Вова, не надо. Ну, пожалуйста, я тебя прошу. Ну, честное слово, я вот прям чувствую, в этот раз будет мальчик. Ну, там просто... Я тебе не верю. Я смотрел снимок в Сузи. У нас восьмая дочь. Я прыгаю с крыши. Восьмая баба. Вова, я прошу тебя. На восьмое марта. Назови её Марта. Это моё последнее желание. Я прыгаю. Всё. Вова, не прыгай, самоубийцы попадают в ад. Я живу в аду. У меня восемь дочерей и ты. Вот девять баб в одной квартире. Ты понимаешь, я себя чувствую уже как женщина. Я хочу спрыгнуть. Я с мужиками не могу пойти в баню, если сняюсь, что у меня целлюлит. Я чувствую себя бабой. Я сплю в пижаме. Лена, я знаю, что такое кутикула. Понятно тебе? Да я за шоу руками не возьмусь. У меня косичка получается. Мне ширинку расстегнуть страшно. Я прыгаю. Вова, 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 Вовочка, пожалуйста. Я не могу нормально с мужиками посмотреть футбол. Ты понимаешь? Ой, да ладно. А кто вчера вечером пил пиво и кричал, судья гомик? Это был модный приговор. Все, я прыгаю. Надоело. Все, я хочу прыгать. Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты понимаешь, что будет без пацана? Все, без пацана конец мне. Конец нашей великой родовой фамилии. Все, Лена, все. Слушай, не надо вот это вот сейчас усугублять. Ты так это преподносишь. Вроде бы мы Романовы. Конец династии. Прервется старинный дворянский род Голопоповых. Прямо так. Да, я баба Вова Голопопова. И я прыгаю. А вот, а вот видишь, как раз вот Светочка звонит. Кто такая Светочка? Твоя четвертая. А, вспомнил, что она хочет? Она, наверное, хочет узнать, что ты ей подаришь на 8 марта. Скажи, я освобожу комнату пока. Вова, нет. Пожалуйста, не прыгай. Я прошу тебя, ну давай ты просто успокоишься. Мы сейчас пойдем где-нибудь с этим что-нибудь выпьем. Хорошо, хорошо. Выпьем, выпьем. Я на этот развод не поведусь. Так, седьмая появилась. Понятно? Я прыгаю, все, Лена. Нет, мама, я не разрешаю тебе. Хорошо, я застрелюсь. Понятно, застрелюсь. Нет, стреляться тоже нельзя. От выстрела Машенька проснется младшая, плакать будет и нельзя. То есть я не могу застрелиться в собственном доме? Нельзя. На собственной крыше? Нет. Я вскрою себе вены. Хотя, как я вскрою, ванна всегда занята. Они затупили все мои станки. Я хотел в прошлый раз просто как человек повеситься. Просто на секунду, представляете, ушел за мылом. Так они из петли и табуретки сделали качельку. Я прыгаю. Парень, стой, парень, 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 стой. Не прыгай. Женщины, отойдите. Работают профессионалы. Так, парень, успокойся. Я прыгаю. Успокойся. Я прыгаю. Успокойся, любую проблему можно решить. Просто скажи, чего ты хочешь? Я хочу мальчика, мальчика хочу. Воу, воу, воу. Я не собираюсь спасать чужую задницу цену своей. Что вы говорите такое, меня послушайте. Я вас прошу, пожалуйста, помогите. Он реально сейчас прыгнет. Он не к себе. Помогите, пожалуйста. В конце концов, чтобы он был такой хорошенький. Маленький, дерненький, на меня похожий. Смотрите, я не маленький и не похож совсем. Господи, ну что вы не понимаете? Он просто очень хочет сына. А я беременна дочкой. Восьмой, мать твою, восьмой, женщиной ты беременна. Так, женщина, исчезните. Исчезните, вы его провоцируете, понимаете? Я хочу спрыгнуть. Тихо, 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 тихо. Я хочу спрыгнуть. Тихо. Прыгай со мной. Тихо, брат. Слушай, братан, у тебя что, правда, восемь дочерей? У меня не восемь дочерей. У меня восемь мать твою дочерей. Ты хочешь спрыгнуть? Да. Ты, наверное, сам не понимаешь своего счастья. У меня восемь сыновей. Понимаешь? Понимаешь? Тимур, Максим, Саша, Петя, Анатолий, Кирилл, Данила и Богдан, чтоб их перевозить. У тебя восемь пацанов? Восемь пацанов. Ты бог? Ах. У тебя восемь пацанов. Это счастье. Да? Да. А ты попробуй такую араву пацанов прокормить. В смысле? Да мы прошлым летом их к бабушке в село отправили, так она через неделю перезвонила, говорит, забирайте. В войну легче было. Да у меня младший вчера туалетную бумагу сожрал, потому что она яблочком пахла. Да у меня кум в квартире погиб. Как? На Новый год возле холодильника уснул пьяненький, так его ночью насмерть затоптали. А что ты жалуешься? Ты не можешь прокормить восемь пацанов. Счастье. А ты пробовал одеть восемь баб. Пробовал. Тут сам попробуй оденься. Ты когда-нибудь дрался с восьмиклассником за возможность пойти на работу в носках. Проблема? Ты знаешь, сколько у меня дома колготок? Да если все собрать, две фуры лука поместятся. Там меня в СИЗО десять раз забирали и думали, что я держу бордель. Ты понимаешь? Они все время пищат, кричат, разговаривают. Ой, 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 ой. Девочки у него ругаются. Беда. Пацаны сразу дерутся. Да я когда в патруле у себя на районе дежурил, так у меня аж каждый третий вызов ко мне домой, ты понимаешь? Один в качалку ходит, второй на бокс, третий на тэквондо. Да я специально младшего на бальные танцы записал, чтобы хоть кого-то не страшно было наказывать. У меня восемь больниц. Ты понимаешь, что это такое? Ты знаешь, как на восьмое марта меня в цветочном ларьке называют? О, папандос. Ты понимаешь? Восемь пап и жена, девять женщин. Девять женщин. Живем все в трехкомнатной квартире. Да если я немного выпил, все, я сплю на антресоле. В трехкомнатной? Да. Я в двухкомнатной живу. Я старшему травку подкинул, чтобы хоть как-то посвободнее в квартире было. Да мне на работе выговор сделали. За что? За использование служебного помещения в личных целях. В смысле? Ну, в смысле. Я только в обезьяннике могу с женой уединиться. Там атмосфера поинтимнее и люди поприятнее. И никто с советами к тебе не лезет, понимаешь? Да. Слушай, друг, давай сейчас успокоимся, успокоимся, просто поговорим, поговорим. Душа в душу, присядь. А, присядем. У меня восемь девочек. И чё? Я так привык писать, сидя. Всё, теперь, когда я просто сажусь, срабатывает инстинкт. Да сядь ты, сядь. Ну ладно. О, хорошо. Чё хорошо? Ноги болят. А, слушай, это, друг. Да пойми, ну, должен же быть какой-то выход, а? Да не знаю, друг. Ты знаешь, я уже и к бабке ходил. Ну и чё? Да, старая карга мне дочь родила. Нет. Ну всё равно, восемь девочек. Да. Мне хоть бы одну, понимаешь? Да. Я помню, ты знаешь, я помню, когда первого ребёночка ждали, я так думал, что парень родится, заранее назвал его Коля. Ну понятно. А потом девчонка родилась, ну, убрал первую букву, получилась Оля. Оля. Потом второго ребёнка ждали, я думал, ну точно сейчас пацан назвал заранее Саня. Ну, родилась девочка, назвали Аня. Аня. А потом пошло-поехало. Третья, Ерёжа. Четвёртая, Еликс. Да. Пятая, Евгений. Шестой сложно было. Альдемар. Седьмая, Горь. Горь. Просто Горь. У меня вот, у меня это, с подарками он горе. Ну, ты же знаешь, эту тему, одному подаришь что-нибудь, ну и остальным же ж надо. Ну, конечно. Ну, ладно там, а да, восемь футбольных мячей, да, или восемь спиннеров. Ну, понятно. Но восемь овчарок, это... Понимаю, да. А я на девчонок вообще, на женский пол не обращаю внимания. Ты чё, все веки? Да, да, вообще, вот выкат женщины. Ну, серьёзно, вообще, ну вроде как, как-то с мужиками после работы, знаешь, пошли в стриптиз-бар. Ну, нормально. Я не хотел, затянули меня, причём парни выпили пиво. Так классно. Смотрят, кайфуют, а я смотрю на них. И только одна мысль, господи, лишь бы не простудились. Вова? Да. Вова? Что? Мальчик. Мальчик? Будет мальчик. 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 Серьёзно, мальчик у нас, да? У Олечки у нашей, у старшей, она же беременна. У неё будет мальчик. А у нас близняшки. Две девочки. Мать твою честь! Лпа! Парень, успокойся! Парень, успокойся! Желает своему сыну, чтобы тот привёл в дом невестку, которая будет не хуже, чем та дура, с которой он живёт уже 20 лет. Но по факту бывает и хуже. А вот насколько, сейчас увидим. Обычная квартира где-то в центре Киева. Ох, боже мой! Господи, наконец-то я дожил до тех лет, когда мой сыночек приведёт в дом невестку. Ах, красавицу! Ой, за это хочется выпить, боже мой! Девочка будет! Красотулечка! Мать! Пока с духовкой разобралась. Мать, иди сюда! Не верится, слушай, не верится. Наш малыш наконец-то привёл в дом невестки. Девочку! Слушай, она наверняка красотка. Она самая красивая в мире. Ты знаешь, я буду любить её, ну, прям как дочь. Я буду любить её больше, чем тебя. Папа! Мама! Она пришла! Малыш! Что ты, дебил, улыбаешься? Ну, стынет всё, что мать приготовила. Ты девочку держишь в коридоре. Иди сюда невест! Господи, ну вот ты... Давай для охраны. Ты что, дебил! Вот ты, дебил! Ты... Вот ты, дебила, душа! Ищи! Веча! А я же, я не услышал, это твоя девушка или это твоя дедушка Евгения? Пап, ну... Сынок, прости, мы просто с матерью, мы распереживались. Ты сказал, это твоя девушка Евгения или у нас больше нету сына? Пап, ну смотри. А я-то что, как дура тут стою. У меня же там оливье в духовке. Предлагаю, мать, не ждать. Хорошо, тогда, может быть, сядем за стол? О, шуфутинский дело говорит. Папа, давай угощай. Да, ну... Ай, в пати калавра... Да, угощайтесь, святой Николай. Папа... Да, да, извини, не забываю имя. Что Бог послал? Курочка, оливье, картошечка, салатик, хлебушек. Думаю, ваш любимый, Бородинский. Папа, давайте знакомиться. О, давайте знакомиться, Дамблдорф. Меня зовут, ладно, Владимир Александрович. Да. Я отец этого. Дебил. Да, мать, покойница, хорошая была женщина, очень любила идиота этого. А вы, я извиняюсь, старый гном, как познакомились? Знаете, случайно. Это я уверен. Ночью в парке. Ах, ночью, ну... Да, это была любовь с первого взгляда. Да, конечно. А потом мы всю ночь ходили по набережной и целовались. Папа, что... Ничего, извини, не в то горло пошло. Вы просто сказали, целовались. А я так думаю, откуда у моего Юрчика вся морда в раздражении? Ага, а он просто с девочкой целовал. Ладно. Скажи мне, Фидель Костров. Пап. Я извиняюсь. Женечка, а вы кроме того, что вот так вот выглядите, еще чем-то в жизни занимаетесь? Да, конечно, я работаю. Дайте угадаю кем. Полярникам. Да нет. Женечка работает в шоу-бизнесе. Ну, точно, я понял, вас людям водят и за бабки показывают, да? Да нет, стилист-парикмахер. Стилист-парикмахер. Сапожник без сапог. А хобби у тебя есть, граф Монде Грисе? Да, конечно, я играю на гитаре. А, так ты еще и бард. Папа, Женя, давайте как-то разрядим обстановку. Разрядим, да. Я согласна. Хотите, я расскажу анекдот? Ой, анекдот, вы знаете, я очень люблю. Правда, он немножко бородатый. Вот что-то я еще не рассказала. Ну, вы можете не продолжать. Давайте, может, я лучше вам историю расскажу. Ой, папа умеет рассказывать. Да-да-да, у меня масса разных историй было. Правда, вы извините, я сейчас на вас смотрю. И вспоминается только одна история. Как я в Афгане воевал. Талиб ты мой симпатичный. Папа, Женя очень хозяйственный. Я понимаю. Вытирает пыль, моет посуду, подметает. Есть же чем, оно понятно. Подслушайте, Владимир Александрович. Вы действительно считаете, что мы с Юрой не пара? Ну. Не, ну честно, вы очень гормонально смотрите. Как гармонично смотрите. Я согласна, во мне не все идеально. Да перестань. Я давно хочу устранить один дефект в своей внешности. Какой? Я не вижу. Как это? Увеличить грудь. А то я так на женщин совсем не похожа даже. Грудей тоже нема, да? Не, а можно, конечно, увеличить. Так а в чем проблема? Что вам мешает? Денег нет. Да? А что, трах тебе дох не помогает? Папа. А что ты пах? Папа, нормальный вопрос. Ох, ладно, нормальный. Вот скажите мне, Женечка, вот вы знаете, как недавно сыграли Динамо Киев шахтер? Нет, не знаю, я футболом не увлекаюсь. Ага, хорошо. А я вот давеча поймал карпа. Вот такого, на 10 килограммов. Это много типа? Я не в курсе просто. Ага. А хотите выпить что-то покрепче? Виски? Нет, я не пью. Разве что мартини, да? По замашкам так вроде и баба. Не пойму ничего с этого. Знаете, что? Что? Хватит надо мной издеваться. А-а-а! У вас борода порвалась. Дин. А, это рот. Извините. Нет. Папа. Что? Между прочим, я Жене сделал предложение. Ух ты, дебил, Полы. Извините, я просто... Прости меня, сынок, Женя, простите. Я просто... Ну, сами поймите, это же неординарная ситуация. Предложение. А может, и хорошо. Пора, сынок. Сыграем свадьбу. Бу! На Тамаде можно сэкономить. Чего это? А гостям и так будет о чем говорить весь вечер, да? Папа, ты не понимаешь, у нас все очень серьезно. Серьезно? Да. Скажи мне, сынок, серьезно. Да. А у тебя уже с... Вот с этим вот всем. У тебя были уже теле-теле тролливали? А, не-не-не. Не-не-не. Женечка не такая. Ага. Мы до свадьбы... Не-не. Так, может, и после свадьбы не стоит. Серьезно. 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 Мать опять застрелилась. Послушайте. Что? Не хотите отпускать сына, так и скажите. Ну, почему я нормальный человек? Тем более... Помнишь, Юрчик, ты же когда-то сам хотел отпустить бороду. Ну да, да. Так, может быть, пришла пора ее взять и отпустить уже? Пап, ну задай один нормальный вопрос. Один? Ну. Хорошо. Женя, ты сидела? Нет. Бог свидетель, я пытался разговор перевести в другую сторону. Знаете что? Что? Вы здесь пообщайтесь друг с другом. А я пойду носик припудрю. Ага. Стульчак подыми. Красавица. Папа. Что ты папкой? Ты очень грунт. Да перестань. Ты знаешь? Что? Я очень сильно переживаю, что Женечку у меня уведут. Кто? Странствующий цирк? Намотает бороду на руку и утащит? Да как ты не понимаешь? Просто таким образом Женя бросает вызов обществе. Да я не это не понимаю, сына. Я не могу понять, почему Женя. Женя бросила вызов всему обществу. А откликнулся только ты один. Я понять этого не могу. Я-то думал, что ты бросил свою Наташу. Папа. Потому что у нее маленькие усики в одно соброшли. А тебе просто этого мало было. Тебе надо, чтобы Карл Маркс с тобой жил. Да? Знаете, у вашего кота такой прикольный цвет шерсти. Да? Да, прям седой. До вашего прихода он был черненький. Пап. Да? Ну прекращай, ну мы же семья. Ну ладно, все, перебрал. Извините, простите меня. Можно вас на секунду? Таких семей не бывало в нашем роду. Ух ты. Резко мне не подходили. Папа. А? Да, все. Уже активно. Ладно. Ладно, Женя. Можно? Как-то ж надо жить. Можно я вас... Можно я по-отечески буду называть вас Жека? Хорошо. Тогда можно я буду называть вас папа? Конечно, сынок, можно. Папа. Даешь добро на свадьбу? Даешь и на добро. Неси икону. Благословлять будете? Ну, если изгнать не получится, благословлю. Пап, ну...